Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как сделать очень простые вяленые пивные колбаски. Для их приготовления мне понадобится фарш, я буду использовать утинный, вы можете использовать любой другой, хоть говяжий, хоть свиной, хоть куриный. Также я возьму кусочек свиной грудинки и кусочек сала. Остальные специи вы можете добавлять по собственному вкусу. Также понадобится около полукилограмма соли. Разморозил фарш, грудинку и сало пропустил через мясорубку, добавил специи и теперь это все дело мне нужно перемешать. После того, как фарш замешан, ему надо дать настояться минут 30. Затем в какую-нибудь емкость насыпаем соль, разравниваем ее и сюда мы будем потом выдавливать наши колбаски. Вместо кулинарного шприца я использовал обычную упаковку из-под майонеза с носиком, предварительно обрезав донышко и набив туда фарш. Теперь только осталось выдавить колбаски. Затем сверху все так же надо тщательно просыпать солью. И в таком состоянии оставляем в прохладном месте где-то на двое-на трое суток. Итак, прошло у меня три дня. Колбаски всю влагу практически отдали соли. Теперь их нужно промыть и после чего оставить в воде где-то на час, чтобы они отдали лишнюю соль. После того, как колбаски промыты, немного их подсушиваю и нанизываю на бамбуковые шпажки. Затем я взял приправу для курицы, вы этого можете не делать. Положил свои колбаски в пакет, сейчас их просыплю, перемешаю и повешу сушиться дальше. Вот что у меня получилось. Сушить я буду в самодельном дегидраторе. Это займет у меня примерно 12 часов времени. Вентиляторы дуют, колбаски вялятся, а я жду окончательного результата. Увидимся завтра. Прошла ночь. Колбаски мои уже готовы, завялились. У кого нет такой сушилки, такие колбаски можно просто завялить, развесив их на дверце холодильника. Либо, если вам совсем не втерпешь, можно часа четыре их сушить в духовке с приоткрытой крышкой при температуре 60 градусов. Посмотрим, что получилось. Как вы заметили, их стало меньше. Я уже снимал тут пробовать. Сейчас порежем, посмотрим, как они выглядят изнутри. Теперь их осталось порционно нарезать. Отрежу вот эти вот штучки. И покажу сейчас, нарежу и покажу, что они из себя представляют внутри. Вот такие вот в разрезе получились вяленые колбаски, пивные. К пиву закуска само то. Всем приятного аппетита. С прошедшими и с наступающими праздниками. И до новых встреч. Всем рекомендуем. Рецепт отменный. Рецепт отменный.